Это газ, что ли? Надежде 78 лет. Всю жизнь она прожила в Дагестане. По её словам, коммунальные проблемы были всегда. Однако в последние годы ситуация ухудшилась в разы. Сидят минусовой температуры дети. На улице 8 градусов, а у нас нулевая температура. Вот дали только три часа газ. И то с каким трудом дали. Куда мы не звонили, в администрацию, везде. Никто не поднимали трубку, не отвечали нам на вопросы. Дозвонили сюда на телевидение. Вот телевидение только нас поняло. Без газа остались все жители посёлка. У кого-то сгорел котёл. Из-за этого пришлось обогреваться другими способами. Дети проснулись от холода. Пошли, чуть не замерзли. Вода замерзла. У соседей вода замерзла. Вот у меня тоже так же еле отморозил. Замерзшая вода. Котёл чуть не замерз. Если это всё не проследить, всё замерзло бы. Причиной отключения газа оказалась авария. Не родил автомобилист, наехал на газопровод в районе ипподрома. По словам представителя газораспределительной службы, ситуацию исправили в течение нескольких часов. Через 15 минут информация была в 9-й спецедческой службе общества. И наши выехали в 14.05, насколько я помню. И в течение двух часов устранили эту аварию. Задвижку закрыли, конечно. Вот эти два с половиной часа пока запустили. Это почти до шести вечера это затянулось. Все были предупреждены, что закрываются. И сразу пускать газ нельзя. Газ нельзя, потому что люди должны быть готовы к приему газа. Не дай бог, дома дети остались. Открытые камфорки и так далее. Поэтому она, конечно, затягивается не на 2 часа, а на 4-5 часов. Вечером газ был подан, но не в полном объёме, чтобы потом, не дай бог, где-то у нас что-то не случилось. А на следующий день по полному объёму восстановили её. Так что по турелям проблем сейчас нет. Однако сегодня газа не хватает всем жителям республики. По словам руководства газораспределительного ведомства, топливо не поставляют в регион в полном объёме из Центральной России. В правительстве республики вплотную занялись решением этой проблемы. Подписана программа развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период. Пока же в доме Надежды Фёдоровны и многих жителей Дагестана будет невысокое давление газа.